У нас сейчас уже началась избирательная кампания Довольно большое количество людей выдвинулось Так или иначе сказала, заявила о себе Еще раз говорю, мы не очень понимаем, много ли это или мало Мы ничего не говорим Мы, как бы, создательно так назвали Мы, может быть, как-то где-то, как-то сразу За скобки выносим Анатолия Евгеньевича лобки Поскольку он там в другой весовой категории Как нам представляется, в другой весовой категории Все-таки он уже оттрубил свой срок И есть еще масса-масса людей Я вам список разнал, которые у меня есть И я так понимаю, что человек у нас 12 Они так или иначе о себе заявили Трое уже подали документы И даже, по-моему, уже регистрировали Давайте, Игорь, может быть, ты начнешь? Давайте так, мы сейчас выступим Минуты по три, ну, не больше пяти минут Как бы зададим вот такой тонус нашего разговора Если говорить о том, кто собирается выдвигаться Мы должны, прежде всего, говорить о самом институте выборов К счастью, наверное, выборы мэра Это как раз является прямой демократией И здесь, в данном случае Закон подразумевает участие многих лиц Дает, по крайней мере, возможность Это определенная конкуренция на выборах То, что выборы сами с собой и должны подразумевать Поэтому выдвижение многочисленных, как бы, участников Это абсолютно нормальный, объективный, демократический процесс С моей точки зрения Каковы будут шансы тех или иных? Ну, это другой вопрос И период регистрации еще, в данном случае, это покажет Объективно, мы все прекрасно понимаем, что существуют фавориты Фаворитами будут, как бы, действующий мэр, да И представители парламентских партий, на мой взгляд Пол ДПР, Справедливая Россия Которые выданут своих кандидатов По всей видимости, они будут, скажем, главными участниками забега По крайней мере, у меня ситуация видится таким образом Поэтому, например, тройка лидеров, о которых можно было бы говорить Она будет выглядеть примерно так А у вас есть представление? У меня есть представление Чтобы нас с игрой перепутали окончательно Слово, просто я должен взять обязательно Я на самом деле хотел бы немножко шире посмотреть на выборах таковые Да, выбор это, безусловно, важный демократический институт Да, и мы сейчас переживаем тот момент, когда выборы возвращают себе значимость в общем по стране Потому что, собственно говоря, та ситуация, которая получила название Новая политическая реальность, которая начала проявляться там где-то 17-18 году окончательно Когда выборы, по идее, утратившим, которым падал-падал интерес Это можно даже видеть по выборам, явке на выборах того же самого мэра Новосибирска Или в законодательное собрание, когда выбирали Городецкого было 50 Потом на выборах Локтя было 3,5%, а на выборах в законодательное собрание в 2018 году было 30% Вот так вот, и на самом деле этот интерес падал Сейчас этот интерес, на самом деле, будет интересно посмотреть, насколько горожанам, насколько избирателям будет интересен сам выборный процесс И по большому счету, большое количество кандидатов этот интерес могут прогреть Потому что, если бы был один фаворит и пара-тройка спойлеров, то вероятность того, что горожане бы при проявлении интереса к тем самым выборам Была бы, по большому счету, минимальна То есть, люди бы просто на такие выборы не прошли Пришел бы административно-зависимый электорат, как это обычно бывает Засушенная лявка и все такое Но есть еще один важный аспект, на который я хотел бы обратить внимание Который связан с спецификой выборов в мегаполисах Мегаполис это город, в котором чужие выбирают чужих Если мы посмотрим на выборы в сельской местности Особенно выборов региональных депутатов, в сельских поселениях Там люди все-всех знают Знают, кто хозяйственник, кто алкоголик И сразу совершенно становится понятно, кто является спойлером Кто куда выставил и так далее Интересность городской ситуации заключается в том, что Новосибирск Это такая, выражаясь языком политического географа московского Наталья Зубаревича Первая Россия, Россия мегаполиса Там, где люди на самом деле глубоко погружены в такие западного образца И эти самые практики, и бытовые, и власти относятся подобным образом И здесь интерес к выборам, в общем, невелик Потому что люди себя никак с действующей властью не ассоциируют И никак не считают то, что логкие они выборят Или там, я не знаю, казадуя они выборят Как-то это на их дальнейшей жизни скажется Потому что от власти, по большому счету, и раньше ничего не ждали А сейчас ничего хорошего уже не ждут И вот это пересечение, с одной стороны, того, что мы живем в первой России Россией мегаполисов, интересный бронукал А с другой стороны нарастает общее недовольство властью А власть у нас, как показывают и социологические опросы И мое собственное участие в их обработке Воспринимает как нечто такое не дифференцированное Не разделяет муниципальную власть, региональную власть и федеральную власть И вот как раз эти выборы покажут, что, собственно говоря, в Новосибирске происходит И обилие у кандидатов, это, безусловно, плюс, с моей точки зрения Спасибо Кому передают? Никому Андрей, у меня здесь есть микрофончик Я когда получил приглашение на это мероприятие Я увидел такой, ну, практически прямую формулированный вопрос Почему на эти выборы ломится так много кандидатов У которых, в принципе, практически нулевые шансы их выиграть И здесь можно было бы даже заподозрить какую-то эпидемию Или какой-то массовый такой несистемный, ненаучный подход Потому что, я думаю, вы общаетесь с представителями разных штабов И видите примерно такую же картину, как и я А вот в штабе одного из уже заявившихся на выборы кандидатов Мне уверенно говорят У нас очень высокие шансы на победу Мы оцениваем свои шансы победить как очень высокие Я говорю, а на основании чего? Ну, какие-то исследования под этим лежат Там социологические опросы Нет, нет, это все сейчас, вот это не надо Это не важно Интуиция подсказывает, что вот сейчас как раз тот момент Когда мы можем рвануть и победить Ну, я за выборными процессами с 96-го года наблюдаю И поэтому, ну, разное, конечно, видел Можно говорить про новую политическую реальность И она действительно имеет место быть Потому что, мне кажется, что результаты выборных кампаний 18-го года Они, конечно, очень... 18-го и начало 19-го Они очень вдохновили прямо так у нас политических неопиток На то, что можно показать некое чудо В ситуации с городом, в котором живет более полутора миллионов людей Этому способствует еще один фактор Это отсутствие сильной конкуренции Но под сильной конкуренцией я имею в виду то, что на прошлых выборах мэра У нас была сильная конкуренция между Змотковым и Локтем То есть был сильный кандидат от партии власти Был сильный кандидат от оппозиции Вклиниться вот в эти вот журнала и рассчитывать на победу Было довольно сложно И я думаю, что вот эти вот прагматические соображения Они во многом обусловили успешность той самой коалиции Которая состоялась в прошлый раз Которая в значительной степени Анатолию Евгеньевичу помогла Вот сейчас у нас есть локоть и все остальные Собственно, даже вот мы на этом круглом столе говорим Вот локоть у нас за скопками Да, есть все остальные Ну, то есть вот я считаю, что вот эти два фактора Во-первых, фактор случайности, который люди подсмотрели в других городах и регионах Подсказывает им, а чем мы хуже Если избиратель увидит нашу фамилию в бюллетене На фоне того, что локоть у нас бешено непопулярен У него украшающий антирейтинг Он возьмет и проголосует за меня И я выиграю Ну, почему нет? Ну, возможно такое Ну, гипотетически же возможно Ну, то есть примерно с той же долей вероятности Что встретишь у динозавров в Подмосковье 50% Ну, да, либо встретишь его, либо не встретишь Одно из них То это точно так же Либо выигрыш, либо не выигрыш То есть фактор случайности Во-первых, во-вторых, вот этот фактор отсутствия сильного конкурента у локтя Тоже как-то многих мобилизует И каждый начинает примерять роль А почему бы не я? Вот почему я не могу оказаться тем самым сильным конкурентом Реальной интернативой Третий фактор, который тоже довольно важная движущая сила Это то, что в Новосибирске стартует новый выборный цикл И те, кто разминаются сейчас на выборах мэра Видят себя в том числе участниками компании 2020 Которая будет очень большой Их, где будут избираться и депутаты городского совета Новосибирска И депутаты законодательного собрания А следом компания 2021 Это выборы в Государственную Думу И ряд нынешних участников Мэрских компаний смотрят уже туда Они уже заглядывают Они уже планируют строить работу таким образом Чтобы уделять основное внимание именно территориям Которые входят в их потенциальные круга Хотя это, конечно, очень наивный подход И округа еще могут переделить так, что их нынешний председатель из Биркова не узнает После этой переделки То есть у нас же всякое возможно Но вот это, мне кажется, вполне реальный сценарий Тем не менее, люди рассматривают нынешнюю компанию Как инвестицию в свои будущие коллекторальные подписи И четвертый фактор, который Это не характерная черта этой компании А характерная черта, в принципе, всех муниципальных компаний Это возможность создать договорной матч Потому что есть возможность каким-то образом реализовать свой поход на выборы Для того, чтобы договориться и получить что-то Либо от действующей власти Либо, если вдруг кто-то из коллег соперников захочет вложить больше Выборы, то он может как-то договориться со своими конкурентами И из этого тоже можно что-то излечить Вот, на мой взгляд, четыре фактора Которые обуславливают вот это вот массовое выдвижение И я думаю, что те десять фамилий, которые мы обсуждаем сегодня Вполне вероятно, что это еще не пределы Потому что, опять же, если вернуться к прошлым выборам Было гораздо больше Там на момент подачи заявок чуть ли не три десятка было вообще кандидатов Это на Мэрске, да? Да, 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 да Поэтому, я думаю, мы еще можем увидеть здесь какие-то фамилии Людей идет много Люди тут из разных областей, из разных партий Поэтому, может быть, когда сейчас мы с вами про это говорим Кто-то сидит и поймает А почему бы мне тоже не заявиться? Это практически ничего не стоит А как минимум два раза про меня напишут все редко массовые информации Заявился из нас? Да, покажут меня в прямом эфире Сначала напишут, что подал заявку на участие в выборах А потом, что там или передумывали, или не зарегистрировали, или там слился В общем, как минимум, два гарантированных бесплатных упоминания Везде, на всех, на всех, на всех Именно на всех Это уже неплохой результат, мне кажется Слушайте, ну вот в конце зимы, в начале весны Там же было совсем другое ощущение Вот сейчас вот нынешняя ситуация И вот то зимнее Там же было ощущение, что все-таки будет какой-то кандидат сильный Да, противостоять локту Было такое? Или у меня неправильное ощущение? Здесь можно говорить о другом О прошлой осени И прошлой осени Было определенное После совершившегося пакта Локоть травников Было ощущение полной безальтернативности выборов Вот эта стратегия Да, что, ну в принципе Никого Нет никаких шансов Никакой конкуренции В принципе быть не может Сейчас ситуация несколько стала иной Вот общественникам удалось раскачать Как бы определенное настроение Что выборы могут быть конкурентными И повесить такую определенную иллюзию Что можно победить Полгода назад ситуация была гораздо спокойней И безысходней, можно так сказать Безысходней? Да Сейчас ситуация другая Сейчас есть иллюзорность Что выборы будут острыми Конкурентными И шансами на успех А может я ошибаюсь Было же ощущение Что вот и Юхин сейчас нас победуется И составит такую серьезную конкуренцию Локтю Ну, чтобы опять нас окончательно перепутали Я на самом деле Игоря поддержу Да, то есть Действительно по осени Главным Главным Мемом был Это пакт Да, вот пакт Локтя травникова И все У нас никакой конкуренции не будет Это навсегда Да То есть я понимаю Что всегда существует Кандидат от партии власти Да, от партии начальства И существует главный оппозиционный кандидат Поскольку у нас партия власти Главный оппозиционный кандидат Договорились Да Никого больше не может Быть не может Потому что все остальные Практические силы Да Не важно Объединяться Они не объединятся Они никакой реальной конкуренции Не составят Ну вот И по большому счету Действительно события Конца Восемнадцатого года Да Все эти выборы Да И там выборы В Устье-Лимске Когда вот Это Особенно Особенно Это дама Да Из ниоткуда Да Неожиданно победила Ну если не тяжеловес По крайней мере Человек Который имел Медведи За плечами Да Немножко так сказать В В глазах Более-менее Активной части Избирателей Эту ситуацию Переломила Но Ситуация Здесь С моей точки зрения Она Осложняется Тем Что Все кто Вот сейчас Вышел и заявился Они претендуют На голоса Условно Оппозиционной Части Да То есть Недовольные Недовольных Рассерженных Горожан Тех людей Которые Видят власть Как Синерус И так далее И тому подобное Но основная часть Избирателей Это по-прежнему Люди пенсионного Пенсионного Отраста Для которые Входят на выбор Как Видят Их рассматривают Как ритуал Советских времен А для них Кандидат один Да Условно говоря Вот они все Вот эти Большинство из них Залезло в одну нишу И вот там Пытаются бороться А бороться Надо В кругом месте Я Вот хотел бы Дополнить Буквально Несколько слов Я Согласен С тем Что Действительно Общественникам И вообще Так Гражданам Активного Вовлеченным Политические процессы Удалось Действительно Раскачать ситуацию В эти последние месяцы Но Сейчас Мы находимся В такой точке Как мне кажется Когда Ну уже Проходит Определенное Прощание С иллюзией Оно шло Постепенно Да Действительно Вот С прошлого года Мы говорили Про Пак Пак Травникова С локтем И шло Такое Встречное Движение Вот как раз Со стороны Недовольной Общественности Которые Пытались Сформировать Такую точку зрения Что Какой еще Пак Это договорились Два человека Единая Россия Не будет Участвовать В этом Единая Россия Обязательно Выдвинет Своего сильного Кандидата Потом Оказалось Что Единая Россия Не выдвинет Своего сильного Кандидата Тогда Да пошла такая волна, что Единая Россия сама не выгонит, но обязательно кого-то поддержит, кого-то неформально, кто-то будет. Потом оказалось, что нет, не будет. Потом заговорили, да, вот кто-то должен быть сильный, известный, вот Илюхин. Нет, Илюхин тоже не будет. Вот сегодня пройдет конференция, я думаю, мы увидим в результате сегодняшнего дня, что Илюхин, наверное, не станет кандидатом все-таки от Родины. И вот Броничев, Броничев, вот кто нас объединит, лицо из 90-х, там, авторитетный предприниматель, сейчас он как пойдет, как вломит. Но мы видим, да, пошел полтора месяца ничего не происходит, там баннеры только крутятся. То есть вот есть, безусловно, какие-то ожидания значительной части активных горожан, что кто-то должен появиться, вокруг кого можно было бы все-таки объединиться и дать решительный бой вот этой ненравящейся этой части людей власти. Но в действительности, вот кто это может быть, это станет ясно вот сейчас, вот буквально совсем скоро, тогда пройдет регистрация кандидата. Тогда уже, по крайней мере, ну, можно будет говорить о чем-то предметней, потому что до регистрации кандидат не может даже толком, ну, в сегодняшних реалиях вести разговоры со спонсорами. Разговаривать не очень. То есть пока у тебя не будет удостоверения, пока тебя не зарегистрируют, пока ты не сможешь доказать, что ты выходишь на финишную прямую компанию, просто, ну, только вот мы можем поговорить за водичкой, порассуждать про какие-то теории. То есть до практической плоскости не очень пока. Ну, на мой взгляд. Ну, вот, Андрей, тут была такая тема интересная, это то, что люди собираются, так сказать, смотрят на эти выборы, как на некий там средний, пробный шарм для будущего, да? То есть, в принципе, можно говорить, что тут появляется некое новое поколение политиков, которые вот в этом списке. На мой взгляд, у этой медали есть две стороны, как и у любой другой. Во-первых, человек, претендующий на успехи в публичной политике, конечно, должен выдвигаться, должен ходить на выборы, должен заявлять свою кандидатуру, должен как-то повышать свою узнаваемость, должен показывать себя активным участником политических процессов. Но, если он выйдет из компании по выборам мэра с результатом в пол процента, то ему будет сложно такой капитал конвертировать во что-то уже через год. То есть, на него, ну, вот это надо постараться, так объяснить свою вот эту вот фиаско, так, чтобы на следующий год тебя избиратели поддержали. Ну, такая тоже сложная задачка. Поэтому тут все равно нельзя сказать, что участники политической кампании, претендующие на возросрочный результат, ничем не рискуют. Они рискуют в любом случае. Да, про новых политиков, собственно, кто, по большому счету, будет новым лицом, да, условно говоря, оппозиционным, станет понятным, собственно говоря, с моей точки зрения, в ходе кампании, да, потому что избиратель, по большому счету, мало кого знает, да, практически никого, по большому счету, не знает никого, да, есть мэр, да, и все остальные. Вот как эти все остальные себя заявят, и кто из них станет реальным, условно, безусловно, новым лицом, станет понятно в ходе кампании, да, необходимо, что-то будет делать какие-то яркие шаги и так далее и тому подобное. И забавная ситуация в том, что тут, когда произойдет вот, как раз, подсчет голосов, станет понятно, кто новое лицо, да, поэтому до этого будут какие-то там рейтинги, да, но избиратель рейтингами особо не интересуется. А вот когда будет результат уже, да, станет понятно, что вот этот конкретный человек претендует на узнаваемость, на какое-то будущее, на то, чтобы стать лицом будущей кампании, кампании 2020. А пока никого нет, да, локоть и все остальные. А вот могли бы мне объяснить, например, я, не ингрен, самому ингрендует, вот Сергей Прозович, в принципе, все довольно известное, в узких, там, узких, узких потребительских плугах. И вдруг вот человек, как бы я себе заявил, вот какие могут быть у него мотивы, я не знаю, там, четко какие-то предположения мы можем построить, какие могут быть мотивы, тем более, что он, я так понимаю, дальше в узборках не идет, да, я так понимаю. Ну, я читал, что какое-то мероприятие партийное произошло, тут на выходных, вроде как его там выдвинули, кандидатуру, да, то есть он должен подать документы в городскую избирательную комиссию в следующем шагу. Мне просто интересно, вот он серьезно себя заявляет, это же взрослая политика уже, в смысле человек уже с серьезным бэкграундом, как бы. А вот у нас всегда с серьезным бэкграундом, на что прочее. Да, кстати, и знает Прозовичева, как активного участника политических процессов 90-х. И не один год. Да, да, да. Поэтому ему слово по поводу Прозовичева. Нет, про Прозовичева я ничего не хочу, я не хочу, но пусть она не нравится. Единственное, о чем пожалею, о том, что не будет такой бурной избирательной кампании, какой я когда-то у него была, с большим количеством возлеяний, да, с большим количеством дегустаций. Я хочу сказать о новом поколении политиков, оно ведь уже пришло, по сути дела. Мы не заметили как-то, а оно уже сформировалось в Новосибирске. У нас есть целый определенный пул депутатов, которые очень твердо, прочно удерживают свои городские избирательные округа, областные избирательные округа законодательного собрания. И не собираются их уставлять. Проблема заключается в том, что, когда мы говорим о выборах мэра, значит, Андрей все прекрасно расписал, да, мотивы там и так далее, и так далее. Значит, ну ведь надо не забывать о том, что выборов-то по сути дела нету. Вот Игорь говорит, что они демократические, они же не демократические. Но какие же это выборы, если у нас на избирательный процесс отводится, считайте, полтора летних месяца, да, значит, и, собственно говоря, все. Ну то есть это не выборы, это имитация выборов, это не настоящие выборы, это все равно, то есть по формальному условию создать такие, что это все-таки не выборы. Выборы будут следующие, это будут выборы городского совета, законодательного собрания, да, за которым будет большая борьба, и вот это новое поколение политиков на нем всегда, я думаю, покажет. Вот, и еще один момент, о котором я хочу сказать. Мне кажется, что действительно сейчас выборы приобретают политическое значение, о чем говорит Сергей, да, в каком плане? Обратите внимание, что такое сегодня мэрия, вообще какие функции сегодня мэрии. Вот посмотрите на функции мэрии начала 90-х годов, да, и на функции мэрии сегодняшнего дня, да, я беру 131-й закон о местном самоправлении создать условия для работы городского транспорта. Сколько осталось муниципального городского транспорта, сколько осталось. По сути дела мы сейчас приходим к ситуации, когда управлять так по большому счету нечем. Разве мэр управляет жилищными этими компаниями, да, значит, которые управляющими компаниями? Нет, не управляет. Он управляет энергетикой, нет, не управляет. Он управляет вообще хоть чем-то, он управляет вообще в городе. Все меньше и меньше функций мэрии, хотя штаты по-прежнему раздуты. Штаты мэрии, штаты районных администраций, которые без всяких сомнений можно было бы спокойно сохранить или просто ликвидировать чек-то от задачи. Значит, и создается ощущение, да, то, о котором сейчас Сергей говорил, что выборы народ воспринимает как выборы политические. Это раньше был хозяйский, да, хозяйственный такой крутой мужик, который всем управляет, значит, всем обеспечивает, всем все раздает. А что он сейчас сегодня развлечит? Сегодня локоть может раздать. Да ни хрена не может раздать, так ли? И поэтому, соответственно, все больше и больше выборы будут политизироваться, и мэр будет политической фигурой. Кстати говоря, локоть, как ни странно, политической фигурой не стал. Он стал мэром, утратил себя как политическую фигурой. Что политического он сделал за последние годы? Только вот этого Лусакова Гамадрила поставил, значит, монумент, да, или как он там? Ну, это эпатажный такой, да. Его единственная политическая акция. Все остальное, значит, он вообще сдулся, исчез из политического пространства. Ну, не с набережной, а когда он вернется. Это разве политическая? Ну, если бы это была набережная коммунистическая или там либеральная, да, это просто набережная. Любой бы ее сделал. А сейчас правильно ты говоришь, что люди ассоциируют власть и против власти, да, соответственно, выборы политизироваться. Но условия созданы такие, что реализовать эту, значит, функцию политической борьбы никто из заявившихся кандидатов не сможет. Вот у нас ведь нету своего Ройзмана в Новосибирске, да, нет своего Ройзмана, нет фигуры, которая могла бы реально, будучи оппозиционной, бросить вызов, да, реально нет. У нас такой фигуры нету. Из этих фигур мы тоже никого не видим. Из них, может быть, кто-то и превратился бы в серьезные и политические фигуры, если бы была возможность чуть больше приоткрыли бы крышку, да, и вот эти политики, новые формации, которые держат свои городские, областные округа, да, могли бы немножко вздохнуть посвободно и начать политически развиваться. Пока этого нету. Но в будущем, я думаю, в ближайшем будущем, я скорее думаю, что это будет. Поэтому, да. Единственное, с чем согласен, то, что ты говоришь, да, это вот по кругу имитации. Просто сам день голосования мы должны себе помнить, да, что Локоть-то избирался не 8 сентября, да, он избирался весной, и явка в этот период, она всегда больше. А мы сейчас вступаем в летний дачный период, когда основной массе весь этот политический процесс, выборный процесс абсолютно до фонаря. Дача, шашлыки, отпуск, дети, подготовка детей к школе, люди будут заняты этим. И, конечно, вести агитационную кампанию в этот период крайне сложно. Вот в этом я, Игорь, с тобой соглашусь, что сам срок выборов, он крайне неудачен для особенно новичков. Они заведомо известным политикам, состоявшимся, уже проигрывают. Просто исходя из тех условий временных, в которых они находятся. Я, как бы, Алаверды Игорь расскажу, по большому счету, да, о том, что политика возвращается. Никакой, по большому счету, муниципальной политики, как таковы, не было долгие годы, нигде. Ни Новосибирска не было, ни в любом другом мегаполисе не было политики. Но сейчас, несмотря на то, что летний период, да, вот этих людей никто не знает, по большому счету никто не узнает, потому что будет компания, да, а все будут на шашлыка, когда какого-то 8 сентября все придут, они увидят, кто-то придет, да, а не увидят, что незнакомые лица, и они вот так вот будут по большому счету определять. И вот я возвращаюсь к своей мысли, что кого-то политика муниципальна, да, вот этого самого мегаполиса, сделает именно выборы, потому что вот это вот возвращение политики выборы, оно связано с тем, что вот этот вот рост общего раздражения, неудовлетворенности власти любой, да, он приводит к тому, что на выборы могут прийти, а могут не прийти, мы пока не знаем, не только те пенсионеры, которые ходят в качестве ритуала, но те люди, для которых выборы могут превратиться в перформанс такой, прийти и сказать резкое «П» действующие власти, да, я пришел и сказал «П», а кому, в честь кого я скажу, что я еще не знаю, и потом уже, вот кто, кому-то удастся о себе громче сказать, да, того и выберут, да, потому что там говорят, что вообще 10% избирателей делают окончательный выбор, тут уже в кабинете для голосования, а здесь могут и 30% сделать, да, а я про этого слышал, фамилия красивая, да, украинцы, люблю украинский хлеб, да, и проголосую, вот примерно так. Ну, я в этой связи просто развить свои условия хочу, я считаю, что очень комфортный, интеллигентный и мягкий спарринг-партнер кандидат от ЛГПР реально вообще может стать фигурой протеста, потому что в бюллетенях для голосования ЛГПР это скорее всего станет второй по узнаваемости партийный бренд после ЛГПР, да, и избиратель, даже не глядя на фамилию, может просто механически поставить галочку. Ну, вот это как раз и так срабатывал фактор сюрприза на прошлогодних выборах. А что касается хода кампании, ее особенности летом, то тоже в разных штабах, но сейчас тут планируют свои действия, планируют движение бюджетов, планируют рекламные мероприятия, и примерно так рассуждают, что зачем нам что-то делать в июле, зачем нам что-то делать в августе, все равно никого нет, на дачах люди в отпусках, наша задача, чтобы в начале сентября они вспомнили про выборы и пришли, и за нас проголосовали. Да, и мы вот как раз в последних числах, значит, августа, в начале сентября, мы на этого разрушившегося из отпуска до новосибирца, мы как навалимся, и как его заставим пойти на выборы, и как он за нас проголосует, то есть вот очень любопытно будет посмотреть, как вот это все будет происходить, если будет так. Господа, журналисты, вы тоже участники? Можете задавать вопросы? Ну, ведь я бы вообще... Зато в одном. Да, зато в одном. Самый простой вопрос. Вот есть ли что-то такое в этом городе, в природе, что могло бы локту помешать победить на этих выборах? Знаете, конечно же, мы должны избрацывать, что может возникнуть какой-то форс-мажор, который кардинально повлияет на ситуацию. Черный лебедь, как я принято считаю. Ну, грубо говоря, как в Иркутской области, трагедия наводнения, которые колоссально повлияют на результаты выборов. Их вполне возможно, что их даже в том же Тулуне отменят. Я уже забыл стояться. А в Тулуне выборы должны быть? Да. И вот сейчас там, в связи с тем, что наводнение происходит. Да, в Иркутской области выборы всех муниципалитетов. Спонсор наводнения, да? Фактор вот этого наводнения, он там колоссально сыграет роль. Так же, как трагедия, которая произошла вчера с офицерами, да? По подводной лодке. Вот если в Новосибирске что-нибудь такое произойдет, да? То это может очень сильно... Сильное землетрясение может изменить. Да, сильное землетрясение может изменить просто политическую конфигурацию. И тогда эта протестная масса, она может консолидироваться и пойти, на самом деле, сказать свое файл. Бывает. Эмоционально-политический подъем бывает такой. Но я напоминаю эту историю в Бенске, когда посреди зимы плотнула это свет, вода. Я и говорю, что в данном случае, то есть для младенцев, проблем с этим не бруют, да? Ну, может быть, не быть горячей водой? Снега нет. Снега нет. Не, но на самом деле... Начало осени самое благоприятное время. Берский, я постберчанин, да, поэтому я участвовал в этих выборах. Важная, важная особенность в Берских выборах, что они проходили два тура. То есть в первом туре берчанин неожиданно увидели, что, о, оказывается, можно его... И во втором туре уже просто люди поперли вот просто, вот целенаправленно голосовать за любого другого. Да, другой там попался вот... А в Новосибирске... Новосибирске другая. Все, иначе. Давайте мы вводим только будет. Да, здесь... Мы можем вспоминать, например, Зимина, да? Который к такой степени уже надоел в республике со своим дворством. Поэтому готовы были голосовать за кого угодно. Хоть за Петрушку. Это была вот осенний выбор. И результат мы получили одного из самых некомпетентных губернаторов. Фрунтера Коновалова. Очень там, по-моему, даже четыре региона, да, по-моему? Четыре региона. Совсем проголосовали не так, как надо было. Не так, как ожидалось. Ну, это Приморье, Хабаровск, Владимир и Закасси. Закасси. Ну, опять же, да, вот то, что он вспомнил, что в Перске два тура, а здесь у нас один. То есть тот, кто наиболее известен и получает наибольшую релитацию. Если бы в зале конкуренты была хотя бы одна, ты бы раз, сопоставила, по известности, по известности, с Лёгком, то вполне возможно, что ситуация, по-моему... И если был бы второй тур, фактор второго тура, во втором туре никто никогда... Так не проигрывается. Стратегии избирательной кампании строятся, исходя из тех реалий, которые есть. В данном случае, в натуровой системе. А на выборах серебряных и бронзовых медалей не бывает. А по-моему, можно такую фамилию назвать, которую бы могла бы... Я вас так гипотетически спрошу. Давайте как-то более перформулируем о серебряных медалях, тем не менее, и все вот такие вот новые политики. Давайте все-таки попробуем оценить шансы второе, третье, четвертое места. Вот кто у нас... Из того, что у нас есть? Из того, что у нас есть. Ну и, может быть, даже процентов кто-то скажет. Ну нет, так с разбегу не скажет. На самом деле, второе, третье место, это с большой долей вероятности, это ЛДПР из правительства России. Как я говорил изначально, представители парламентских партий. Они избиратель приходит и не знает фамилию, а мы примерно представляем, что не знает фамилию. Потому что очень вялая кампания, штабы ничего не делают, они устраивают финишный спорт. Избиратель смотрит не на фамилию, он смотрит на партийный бренд. Что мы знаем? Мы знаем ЛДПР, там все равно будет процентов, там 15, как минимум, ну, 10-15. Вот я думаю, меньше 10-ти всякой не будет. И справедливую Россию, тоже люди знают, за нее проголосуют. А все остальное, возрождение России, зеленый, красный, черный, партия тела, партия тела, ну, да. Второе, третье место, таки да. Я считаю. Я с Игорем опять согласен. Единственный кандидат, который может как бы вклиниться к парламентским партиям, это, конечно, Бойко. Но если он будет зарегистрирован, потому что определенный ресурс у Сергея есть, активность у него тоже присутствует, он может как бы вот всю эту ситуацию как бы увеличить, раскачать, придать определенный как бы... А вот тут я с Игорем не согласен. А вот вероятность регистрации, ну... Я думаю, нет. Нет ресурса. Электоральная статистика показывает, что это вероятность небольшая. Но то, что он все равно... Вот главный генефициарус на сегодняшний день у всех кандидатов, которые есть, является Бойко. Вне зависимости. Зарегистрируют его, или не зарегистрируют. Свой хайп он уже получит. Если Навального за него будет платить... А на самом деле у Навального поддержка-то не самая большая, по большому счету. Я вот с Игорем только раз не согласен. Просто в данном случае... Бренд Навального, я не уверен, что у Бойко может быть то, о чем мы говорим, быть каким-то определенным главным лицом. Лицом действующему мэру. Вот в принципе, он может стать такой фигурой. То есть тем лицом, который будет самым ярким в избирательной компании. Такая вероятность у него есть. Бренд Навального работают на молодежь. А молодежь не придет? Если будет сильно топить, может быть. Тем более, на самом деле, у Навального дня того... Мы должны понимать, что он, например, с того же Бойко, он может пользоваться теми каналами коммуникаций, современными, которые не могут или не хотят, или не умеют другие кандидаты. Это работа в социальных сетях, это такой определенный сетевой маркетинг, объединение. Поэтому от Бойко можно будет ожидать сюрпризов, если он будет зарегистрирован. Да, я хочу сказать, что по распределению второго и третьего места между ЛДПР и «Справедливая Россия» это все-таки, давайте будем считать, консервативным сценарием. И сейчас я бы так вот не судил, потому что мы пока не понимаем все равно, кто будет зарегистрироваться. Конечно. Я согласен с тем, что очень важно, будет ли зарегистрирована Бойко. И я убежден в том, что мы вполне вероятно еще не знаем всей стратегии этого кандидата. Конечно, они готовились к компании, конечно, они предвидели, что могут быть проблемы с подписями. И я думаю, что там еще могут быть какие-то сюрпризы. Обо всем можно будет судить не раньше, чем кандидаты зарегистрировались. Тогда можно будет уже судить. А сейчас мы даже, ну вот, мы исходим из того, что Казадой будет кандидат на «Справедливая Россия». А конференция еще решений не приняла. Она сегодня состоится. Да, по родине еще до сих пор висит интрига. Может быть, сейчас там через полтора часа появится какая-то внезапно сильная кандидатура. И плюс к этому есть еще некоторые факторы, которые тоже могут повлиять на распределение между. Первый фактор. Я вообще считаю, что главный соперник на этих выборах у Лоха – это его, собственно, антирейтинг. Второй его главный соперник – это его штаб. Потому что они могут выбрать такие странные тактики, которые приведут к непосредственному переспределению голосов. Ну, например, если вдруг они решат, что они перестарались с игрой из ЛДПР, и нужно начинать всеми ресурсами топить ЛДПР. Либо они, наоборот, увидят главного противника в кандидате «Отправедливой России». Начнут топить кандидата «Отправедливой России». Кто из этого извлечет какие-то бонусы. То есть вот это все сейчас пока непредсказуемо. Много факторов может повлиять на распределение голосов. И действительно может получиться и форс-мажор, и что угодно. И вот из перспективы сегодняшнего дня, даже с однотуровой системой выборов, я бы не хотел бы подписываться под твое мнение, что однозначно у нас локоть одержит победу. Офицерская вдова сама себя высечет. Какова вероятность повторения сценария 2014 года, когда смогут объединиться вокруг одной сильной, хотя бы даже не сильной одной хотя бы фигуры, или хотя бы половину заметных кандидатов. Каковы шансы объединения позиций в то, что произошло в 2014 году? Возможно ли это теперь? Каковы шансы вообще объединения целей? С моей точки зрения тоже, да. Сколько ноль не умножает, насколько бы ноль не умножает. Сколько их не складывает. Да, да, но все равно будет ноль, по большому счету. Но это во-первых. А во-вторых, очень разные люди, у них у всех разные представления. Они идут для того, чтобы заявить о себе. То есть вот такой платформы для объединения, чтобы вот мы понимаем, что если сейчас мы объединимся, мы добежим до финиша, а потом дальше каким-то образом что-то нарежем, поделим, нет. То есть люди идут для того, чтобы сказать, я иду. А если я снялся, это значит, что я тот свой шанс крикнуть о том, что я есть, да, я вот такой замечательный. А у меня впереди, между прочим, 20-20, это автоматически снимается. Снимается, да, да. То есть я тоже считаю, что... Ну, я считаю, что, в принципе, кампании права нынешнего года и прошлые выборы мэра сравнивать даже не вполне как-то правильно, потому что разные принципиальные подходы. Тогда была битва административных искусств, тогда была битва очень опытных технологов, интегрированных во власть. А сейчас таких игроков нет конкурирующих групп. И был фактор форс-мажора. Тогда были влиятельные конкурсеры вот этого освенения, вот этой коалиции, которые могли одинаково разговаривать с разными командами, договариваться, убеждать их. А сейчас, ну, не видно просто такой фигуры, которая могла бы у них за спинами провести вот эти переговоры, победить их и исполнить к какому-то единому подходу. Сейчас каждый сам за себя, у всех разные ситуации. Я согласен, что это было. Сложно, я тоже мощно. Тогда действительно был форс-мажор. Там было много форс-мажоров. Я строил губернатора и это самое снятие, переснятие кандидатов от Единой России. Уход действующего мэра и выбор досрочный. Все подряд. И компания досрочный. Там вот такая, такой бутерброд, да-да-да-да-да, и поэтому... Там не было спокойной компании. Там всегда все сразу туда вщало. Все играли в козла. Булкан все работало и работало. А здесь мы... А здесь лето, да. Состояние об штиле. Нужно мнение человеку, который давно не занимался, хоть и не занимался. У меня со стороны, со стороны взгляд, но вот выборы этого года, мне кажется, они заранее обречены. То есть, заранее обречен город на локтя. И почему? Потому что кандидатуры, которая бы могла реально противоставать ему на сегодняшний день, нет. Они, которые есть и разобщены, и имеют очень небольшие шансы. Вот. И мне кажется, что либо должен вмешаться, так сказать, административный, ну, очень сильный ресурс, который взял бы совершенно нового человека и этого нового человека привел. Либо что-то должно произойти такое соординарное, что этого человека просто вынесет на поверхность. А другого нет, поэтому мне кажется, что это будет достаточно скучный такой подход, по которому мы просто получим в очередной расход того же самого мэра. Нет, на самом деле, если говорить об административном ресурсе, он должен не привести нового человека, он должен убрать того единственного человека. Вот только это, да. Ну, это лишь, что я называю это соординарным. То есть, вдруг, решили поймать на чем-то нашего мэра, убрать его, и как бы поставить всех перед фактом, что сразу все кандидаты, которые там есть, они сразу получают достаточно большой прогон вперед, выходят на передовую, и там уже, так сказать, то, кого как сможет переубедить, склонить свою сторону. Пока решения административного ресурса по локтю нет, мы все обречены на локти. Обречены или на радость, или там кому, как уже хочется. Ладно, какая-то безрадость, я поняла. Реалистичные, да, вот, помечтые. Почему там Андрей испытывает реалитимизм? Нет, я не оптимизм. Не знаю. Он не до конца испытывает семизм. Потому что старый, я все это видел, и самых первых, самых первых, поэтому я, наблюдая, смотрю, и не вижу. Руки на будет, абсолютно. Если, опять же, если вдруг... Ну, мы, в принципе, это и обсуждали, что тут нужен какой-то либо фурс-мажорной ситуация. А фурс-мажор только один. Ну, или два, точнее, один бы не хотелось. Но все-таки вот Андрей, настаившись, что может еще сложиться такая ситуация, что все-таки может появиться, да? Я так понимаю, понял, что я правильно? Времени нет. Что может такая ситуация? Могут обстоятельства сложиться таким-то таким образом, что кто-то из зарегистрированных соперников в опте извлечет из этого пользу. Даже не обладает для этого, можно сказать, достаточными заслугами. То есть факт размечальности может сработать. Неожиданный поворот в федеральной политике. Сейчас неожиданных поворотов в федеральной политике быть не может. Второй пенсионной реформы уже не будет. То есть покой, 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 потому что надо операцию приемник проводить, и сейчас уже пойдет. Это, на самом деле, вы знаете, с позиции моего возраста это очень быстро. Новый год отмечал, казалось, вчера. В Дюссельдорфе смотрел на салюты. А сегодня уже я сижу и думаю, надо билеты брать на Новый год. Пролететь даже не заметить. Ну что, мне кажется, очень интересно. Надо вам лечить в него. Отлично. Замечательно. Поговори. Спасибо вам большое. Давайте мы все подъемы, все еще потолкуем. Сахарки. 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 Сахарки включаются. Да. Ну, у меня-то я не хочу. Да нет. У меня, пожалуйста. Ну, думаю, да. Люди достаточно уважаемые в этом городе и имеют право. Именно так. Читайте именно так. То есть ты ответы получил? Я получил, да. Читайте ваш город.ру. Я обязательно пишу сегодня право. Вообще у нас это называется «Круглый стол». Как бы эксперты совета Новосибирска, мы их назвали, эту площадку. Движение беспроспективных кандидатов, кто дойдет до финиша. Выборы мэра Новосибирска, движение беспроспективных кандидатов, кто дойдет до финиша. То есть мы сразу как бы объявили, вот такая немножечко... Мы решили пообсуждать вот эту ситуацию, когда у нас уже сейчас 13, как минимум, человек, и так или иначе потребуют на то, чтобы стать вэрами. Они так иначе заявили, кто-то уже подал документы. Документы, документы, как я понимаю, 3 человека подало на сегодняшний момент. И 10 человек, как иначе заявилось на эти люди. Вот, собственно говоря, в чем состояла эта мероприятия. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.